Глубоко уважаемые президиумы, глубоко уважаемые коллеги, мы все работаем над тем, чтобы наши больные живы долгие и счастливы, но в тех ситуациях, когда при железном облакачественном заболевании и новообразовании председателя мы живы, похоже, за это заболевание нужно запалить какую-то сцену, и особенность психологических вмешательствующих медленно в лечении в том, что имеются побочные эффекты, с которыми пациенту придется милиться всю оставшуюся жизнь, учитывая, что заболевание прогрессирует медленно, Естественное лечение заболевания лечебных патомаркоз позволяет надеяться на достаточно продолжительный период, в течение которого пациент может оставаться в том же качестве жизни, которое не было в диагностике Поэтому вопрос в том, чтобы помочь пациенту выбрать между необходимостью того или иного метода лечения, информировать его соответствующим образом о том, какие будут потери для его состояния здоровья, статуса, жизненной активности, в связи с тем, что он будет использовать тот или иной метод лечения В принципе, методически существует необходимость говорить о двух аспектах качества жизни и обусловленного здоровья Оно может быть специфичное по отношению брака к предстательной жизни, учитывая, что это тазовые органы, это функция мочевой, половой системы, кишечника и общее состояние, связанное с самочувствием, живостью, утомляемостью, боли и общее состояние здоровья Есть стандартное анкетирование, которое позволяет оценить эти позиции и, соответственно, за пациентом дальше наблюдать По методологии это может быть сравнение больных одного возраста со здоровыми, наблюдение больных динамики, привлекательное проведение исследований, которые позволяют оценить их состояние И потом манипулировать ребят, чтобы прогнозировать исход В принципе, подходы такого рода пациентам укладываются в общее представление лечения урологических заболеваний Здесь есть не только последствия после операционных вмешательств, а также и последствия приема других лекарственных препаратов с разными со своими здоровьем Пациенты, пребывающие в стационаре, выходят из регулярных партнерских взаимоотношений, качество жизни, в частности, определяют их эрективные функции Это может быть тоже осложнить отношения эрективной функции При этом пациенты становятся старше, у них прогрессируют другие заболевания, могут развиваться новые патологические состояния То есть, словом, это такой достаточно широкий круг вопросов, которые целесообразно анализировать, оценивать и в динамике у пациентов наблюдать Это можно делать методиками анкетирования, которые могут быть проведены через закупленные интервалы времени с фокусированием на функцию кишечника, мощи спускания в половую функцию, общее состояние и помощи сантертизированных конферктов Очевидно, что желательно подходить к такого рода вопросам системно В последнее время мы все чаще говорим о том, что качество жизни и состояние здоровья организма связаны с состоянием общего патологического процесса Поэтому контроль за раком предстательных железных удержаний, мочи, потенции, то, что входит в понятие эффекта Отсутствие отложения негативных периодических трав, то, что входит в понятие пент-эффекта Было предложение ввести термо-опт-эффекта, который также относится целевая информация о боли, о наличии катетера, о госпитализме Время проведения пациентов в социномаре, хотя он меньше, менее приживается Но, тем не менее, такой разносторонний способ оценки социального пациента Но они сейчас разрабатываются, и, наверное, от будущего мы будем принимать лучше, как мы можем их стандартизировать Даже такой простой подход, как активный мониторинг и ожидательная практика Которая, казалось бы, не приводит непосредственно воздействие на состояние здоровья организма Приводит к ухудшению состояния Есть несколько пластеров, которые, имея смысл принимать его внимание, разговаривая с пациентом Пациенту бывает трудно принять решение, это разные бывают типы личности Он по-разному может воспринимать врача В этом отношении может быть необходим персонифицированный подход Тем более, что пациенты имеют разную семейственность, возраст, разное образование Могут иметь разные интеллекты, персональные особенности И также могут быть, в разных степени, озадочены имеющимся у него заболевания А это тоже может повлиять на выбор ими того или иного метода лечения В принципе, пациенты, находящиеся на активном мониторинге, чувствуют себя неплохо Лишь пациентов 12-13-15 насторожен, но и настороженность снижает качество их жизни Эта настороженность может быть риском, связанным со взвитием наркопредстательной железы Настороженность вызывает сам по себе простатспецифический антиген, как маркер Это тоже можно оценить при помощи соответствующего костника И примерно треть тех пациентов, которые такую настороженность имеют Отказываются от активного мониторинга В поводу радикальных методов лечения Примерно 5% от наблюдения Несколько работ опубликованы по этому поводу Они примерно сходятся все в одном и том, потому что Примерно 5% пациентов имеют такую степень обеспокоенности, осторожности Что готовы ради этого укрывать протоколы активного мониторинга Важно информирование пациентов И, с одной стороны, знания рождают многие скорби Казалось бы, информируя пациента, мы заставляем их, как нам кажется, иногда переживать и страдать Но на самом деле показывает практика, что это не так Это шкала, которая позволяет оценить степень осознания пациентов, того, что с ним происходит Она по-разному может быть оценена И с каждым последующим визитом пациент заставляет дополнительные вопросы Все больше и больше понимает о том, что с ним происходит и при этом успокаивается Поэтому есть работа, которая показывает, что последующие визиты в реактивном мониторинге При адекватном информировании пациента заставляют его дальше успокоиться И следовать этому режиму, а не отказаться от него И, в принципе, в таком длительном наблюдении и мочевой, и кишечной, и доменами Общее удовлетворение домены показывают стабильное значение Вот только сексуальная функция снижается Сопоставление радикальной простаты эктонии с выжидательной практикой Показывает, что те, кто отказались в пользу радикальной простаты эктонии Они не успокоились после этого У них не проходит бремя настороженности от наличия онкологического процесса Почти у всех рак простаты эктонии негативно влияют на их активность И треть – 40% пациентов в обеих подругах испытывают стресс, опасения, плохое самочувствие Имеет смысл отдавить пациентов на две категории Те, у которых было больше выражено симптоматики до начала вступления в протокол И у которых она была меньше, потому что те, кто больше страдал И дальше, по всей видимости, будут от этого больше страдать Но после радикальной простаты эктонии очевидны Это, понятно, больше симптомы связаны с содержанием мочи, нарушением эрекции и либиды Меньше симптомы нижних мочевых путей, с этим связанное качество жизни А вот в ожидательной группе у тех, у кого эрективная функция была сохранена, она нарастала за счет стрессового состояния Сравнение качества жизни между пациентами радикальной простаты эктонии получившей и дистанционной лучевой терапией Это совершенно давно уже было проведено Показано, что лучевая терапия дает негативный эффект на половую функцию и на удержание мочи И можно дать и 2-3 года в надежде на то, что она может нормализоваться Но и ближайшие короткие быстрые осложнения, которые в течение нескольких месяцев, в течение года После оперативного вмешательства лучевой терапии, такие как связанные с сердечно-сосудистой системой И раневой инфекцией, с фиктурами или лучевым проктитом, они могут тоже существенно ухудшить качество жизни И повлиять на пациентов Если резюме по этой работе провести, то видно, что более остро протекают эффекты, влияющие на качество жизни Ближайшие после оперативных период у пациентов, получивших хирургическое лечение Менее остро после лучевой терапии Функция кишечника больше страдала у пациентов, получивших лучевую терапию Удержание мочи – половая функция после хирургического лечения Можно почитать риски по домену – мочевому, кишечному и сексуальному И видно, что в разы по удержанию мочи в 15 раз кратность больше риск получить удержание мочи после хирургического вмешательства В 6 раз больше получить риск хуже сексуальную функцию после хирургического вмешательства Примерно в 2 раза меньше риск получить кишечное раздражение Активность – это стабильность кишечника после хирургического вмешательства по отношению к лучевой терапии Другие характеристики общего статуса – физикальный, эмоциональный, боль, жизнь и люди, ментальное здоровье Они после радикальной простатоктомии и дистанционной лучевой терапии особенно не различаются достоверно Роботическая простатоктомия дала нам инструменты, возможности, надежды на лучшие показатели недержания мочи Но те работы, которые существуют, показывают достаточно значительную индивидуальную вариацию полученных результатов В целом, такой системный обзор, который недавно был проведен в публикованной европейской урологии И подчеркнут как работа, изучение которой будет способствовать повышению квалификации специалистов Показывает, что разброс этих значений достаточно высок, многое еще зависит от того, как определяется удержание мочи Но такие факторы, которые тяжело систематизировать и донести до пациента, как опыт хирурга, особенности хирургической техники Очевидно, они должны быть тоже систематизированы и пациентам при информированном согласии до него донесены Потому что они являются значимыми и важными И в целом эта работа также показывает, что более тяжелый статус пациента перед оперативной вмешательностью Приводит к худшему результату Техника важна, полная реконструкция Больше способствует удержанию мочи передней и задней, чем отсутствие реконструкции По хирургическому вмешательству в роботическом Роботическое, по сравнению с подзадилонной обладает преимуществами По данным мета-анализам Роботическое, по сравнению с лапаро-статической, тоже обладает преимуществом В отношении потенции, точно такие же разбросы значений есть После роботической просады к томии Точно к таким же результатам приходят исследователи этого мета-анализа Показывает, что разброс значений велик И изначальные характеристики пациента Характеристики входа в исследование Значит очень много Равно как индивидуальная техника И индивидуальные особенности хирурга Возможности хорошо визуализировать сосудистые нервные пучки И возможности проведения дополнительных анатомических исследований На препаратах с высоким разрешением Может быть определенные перспективы открывают В отношении идентификации важных нервных элементов Интраоперационных Одна из таких работ была опубликована И попытка интероперационно определить зону расположения нервных пучков Посмотреть на реакцию к уронозной ткани И может быть таким образом Принять решение о тактике хирургического вмешательства И о введении соответствующей диссекции Соответствующей зоны Соответствующая роботическая Редикальная простатоктомия По сомневению с позади лом Имеет преимущество Исследование подгруппы Исследование бюджича Пушкаря С своими соавторами Тоже примерно об этом же говорит А вот лапароскопической достоверных Различий нет Хотя тенденция в отношении роботической есть Что касается Собоставления лапароскопической Редикальной простатоктомии Такая работа тоже была опубликована В сомневении недавно Различие функции кишечника Потенции психогенного И умственного компонентов Не было обнаружено А в результате удержания мочи После лапароскопической Простатоктомии В этой работе Оказались хуже Чем при Открытой операции Но опять-таки Хочется вернуться к работе Которая была опубликована В 2011 году Начиная с заголовок В качестве вопроса Есть ли вообще доказательная база За такого рода Систематическими обзорами Что включили в них То на выходе и получили Поскольку Очень большая Вариабельность показателей И каждый хирург Работает с определенной техникой И свои навыки То, наверное Эти особенности Должны быть включены И с пониманием этого Нужно разговаривать с пациентом Десностонная лучевая терапия И бракетерапия Негативно могут повлиять На мочеколовую систему Желудочно-кишечный тракт Или сильные функции Есть методы Изменения токсичности В том числе Предложенные Национальным институтом здоровья Есть шкала Которая позволяет Сидеть в баллах Оно в главных Терапейских приставинах Но опять Факторы риска Характеристики пациента На входе Они тоже оказываются Важными для оценки Прогноза Есть работа Которая сравнивает Как надеующий Последователь В социальным Скоростом Алина 媽 Чистос Которая Центок На 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 По На 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 около года, и после этого она может оставаться стабильным у пациента, получившую дистанционную лучевую терапию и бракетерапию. Перспективы могут быть дальнейшего улучшения и лучшей фокусировки лучевого воздействия. Такие работы появляются сейчас, и похоже, что чем меньше зона облучения, тем меньше будут негативные последствия. По крайней мере, совсем немного опубликовано. Есть работа, которая обобщает данные по тысяче больше, чем тысячи пациентов. Видно, что есть негативные побочные эффекты, но анализ, который показывает ретроспективно, данные по осложнениям на протяжении 10 лет, показывают, что эта методика и техника совершенствуются, и различия достоверны по этим осложнениям, и в более поздние сроки становятся для пациентов меньше. Купри в дискурции тоже совсем немного опубликовано. Видно, что эта техника, как и другие, может сопровождаться негативными побочными явлениями, снижающими качество жизни. И по сравнению с дистанционной лучевой терапией, она в большей степени ухудшает сексуальную функцию. Число пациентов, которые могли получить ракцию без сопровождения, с сопровождением медикаментозными средствами, было меньше. В заключение, позвольте сказать, что качество жизни, по всей видимости, это ключевая составляющая при обсуждении стратегии лечения. Очевидно, нам нужно быть честными и откровенными в отношении опубликованных данных и позволять, помогать принять решение о выходе мета лечения пациента с учетом данных собственной клиники. Хотя, к сожалению, не могу представить их здесь, они не опубликованы. У нас есть точная аспирантура по расстройствам ночи и спускания по свертикальной простатокомии около 170 пациентов. 10 пациентов не ответили ни на какую терапию, никак не удалось компенсировать им недержание мочи. Он до сих пор не простается, они кандидаты на оперативную вмешательство соответствующие. Единичные пациенты пытаются реализовать эрективную функцию. Многие отказываются от длительного системного приема улебитора по сверди, сразу 5-го типа. 5 протезов у нас было поставлено в прошлом году в клинике по свертикальной по свертикальной системе. Спасибо за внимание.